Всем привет! Сегодня пришел монопод для смартфона или так называемая палка для селфи. На момент заказа эта палка стоила 1000 рублей, посылка шла 26 дней. Давайте смотреть, что внутри. Внутри сам монопод. Завернутый вот в такую подложку. Картиночки всякие разные. Я заказывал именно черный цвет. Вот здесь нарисовано, как эту штуковину можно использовать. Внутри коробки находится шнур USB-Micro-USB, скорее всего для зарядки этой штуковины. Вот такой карабинчик. Инструкция на английском языке. Странно, даже китайского нет. И, собственно, сам монопод. Несмотря на то, что он металлический, весит не особо много. В принципе, держать достаточно удобно. Здесь имеются четыре кнопочки. Первая кнопка выбор камеры фронтальная, либо основная. Вторая кнопочка фотографирования. И ещё две кнопочки плюс-минус. Ну, я так полагаю, для зуммирования. Также здесь имеется переключатель ON-OFF для включения устройства. Включение-выключение. И гнездо Micro-USB для зарядки аккумулятора. Снизу стандартная резьба, насколько я понимаю. Сюда же можно прикрутить вот этот карабинчик. Честно говоря, не знаю, для чего это нужно. На пояс, может быть, фиг знает. Ну, то, что резьба есть, это радует. Монопод можно использовать на стандартном штативе. Далее, держатель для смартфона на креплении, так сказать, для GoPro. Так, давайте посмотрим, как этот держатель работает. Вот такой держатель. Вот эти места прорезинены. Там, где будет соприкосновение со смартфоном. Так что, ничего страшного, со смартфоном не случится. Давайте попробую. Вставлю смартфон. Диагональ здесь, по-моему, 4,3 дюйма. 4,3 дюйма влезают отлично. Я думаю, и 5 дюймов влезут. Возможно, даже 5,5. Вот так. Прикрепляем смартфон, направляем на себя и фотографируем. Это штуковина телескопическая. Чтобы её раздвинуть, необходимо немножечко повернуть. И вот таким образом она раздвигается. Ну, длина такая нормальная. Я думаю, метра полтора. Ну что же, сейчас попробую, потестирую эту штуковину. И расскажу о своих впечатлениях. Для корректной работы монопода с андроидом необходимо установить специальное приложение. На этот смартфон приложение устанавливаться не захотело. То ли проблема с самим смартфоном, то ли проблема с версией андроид. Смартфон работает на андроиде версии 4.04. Этот смартфон работает на андроиде 4.2.2. И с ним монопод коннектится и работает совершенно без проблем. Запускаю Bluetooth. И запускаю сам монопод. Появляется у нас соответствующая иконочка. И теперь запускаем программку BT Shooter. Все мои предположения насчёт кнопок оказались верны. Верхняя кнопка переключает камеру, основную и фронтальную. Вторая кнопка позволяет делать снимки. И две маленькие кнопочки позволяют зуммировать картинку. Плюс и минус. Так что монопод работает абсолютно корректно. Я немного ошибся относительно длины, предположив, что монопод где-то на полтора метра. На самом деле его длина составляет один метр. В принципе, для большинства селфи-задач этой длины должно быть достаточно. Производитель, на мой взгляд, пожадничал. И не положил в комплект переходник, с помощью которого к моноподу можно было бы прикручивать обычные фотоаппараты и видеокамеры. Вот с такой резьбой. Поэтому этот переходничок я заказал отдельно. На момент заказа он стоил 120 рублей. Посылка шла 34 дня. Давайте открою и попробую прикрутить его к моноподу. Переходничок упакован в пакетик из пупырчатой плёнки. Вот таким образом он выглядит. Откручиваем держатель для телефона. И прикручиваем держатель для фотоаппаратов и видеокамер. Вот как-то так примерно. Соответственно, теперь к моноподу можно прикрутить что-то наподобие вот этого. Запускаем камеру. И можно снимать. Естественно, кнопки на моноподе с камерой и с фотоаппаратом работать не будут. Но, тем не менее, появляется дополнительная, так скажем, возможность для съёмки. Подобных моноподов сейчас в Китае продаётся достаточно много. Конечно, есть более дешёвые варианты. Но лично мне понравился этот. Ссылку на монопод и на переходничок, который я приобретал отдельно, оставлю в описании к видео. На этом всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Субтитры подогнал «Симон»!